Сегодня мы поговорим о войне невест, о свадьбах, о жизни, турецком менталитете, о женщинах турецких. Может быть, кого-то предупрежу этой информацией, так для размышления, или знали, что такое бывает. Если у вас в семье, у вашего избранника или родственников нет братьев-сестер, то я думаю, что вы с такой проблемой не столкнетесь. Сразу скажу, что эта проблема бывает далеко, и вообще не у всех, но очень распространена эта история, очень многие с этим сталкиваются. Когда две и более невестки в семье, то есть, например, семья турецкая, у них, например, три сына, и они как-то там по очереди в разное время женятся. Очень важна роль в турецком менталитете у женщин быть первой невесткой. Первая она априори может быть, которая просто первая, когда первый сын заженился, она пришла первая замуж, Гелин первая, то есть она уже статус свой этот берет первой, важной. То есть первая невестка равно сразу, чтобы понимали, любимая, которая больше внимания, подарков, милых женских разговоров, у тех каких-то доверия, месте проведения времени и тому подобное. Первая невестка, она может быть либо вот по своему званию, что она первая пришла в семью, и когда приходят последующие, вторая, третья, как вот просто в нашем схематичном таком примере, они очень часто между собой, именно в турецком менталитете, турецкие женщины, делят территорию. То есть очень многие невестки последующие хотят быть тоже не обделены подарками, любовью, милым общением, своей свекровью. Части заботятся о некой пальме первенства, кого она будет любить больше. Но любовь здесь не слово, прям в прямом смысле любовь, а как термин, да, определение. Я уже назвала блага какие-то, внимание, послабление, деньги, защита какая-то, если с мужем не очень жизнь, с ее сыном. В общем, подружка, более близкие, тонкие какие-то отношения, чем с остальными невестками в семье, больше контакта. То есть это какая-то протекция, внимание, деньги в свою очередь, выгода. И когда встречаются в семье, приходит следующая невестка, очень часто можно встретить, что та уже, которая есть, неважно, первая она, вторая, третья, хоть 10 штук будут. Это не само первично, не само важно. То есть новую невестку, Гилин, могут плохо принимать другие невестки. Из-за угрозы, конечно же, что она может быть более удобной для свекрови, любимой за вот это, на самом деле, место первенства. То есть никаких проблем к ней, как человеку, качеством каким-то, а если она еще с хорошей, сильной семьей или при деньгах, это сразу... Это конкуренция. Это женская, внутриклановая борьба и конкуренция. Вы эту тему, на самом деле, могли очень детально видеть в сериалах турецких исторических, даже в великолепном всяком веке и всем прочем. Это очень отражено, и это есть до сих пор в менталитете. Если вы приходите в семью на позиции с последующих невесток, не самое первое, что вы можете почувствовать? Неуважение, какие-то подколы, какое-то не такое внимание, подставы могут быть, может быть, унижение в простых бытовых, типа, там, тебе последний нальют чай, не знаю, куда-то там все пошли женщины встречаться, а вас не позвали. Ну, короче говоря, вы где-то на... Чувствую это ощущение, я на последних позициях, меня не учитывают или меня не любят, или высмеивать могут какие-то личные конфликты получаться, споры и так далее. То есть повсячески мне дают почувствовать, что я не первая, или меня пытаются в рейтинге понизить, загнобить. А если мы берем иностранку, это немножко другой вопрос. Они не знают, как общаться с иностранкой, вы для них неизвестны, опасны, и они не знают, они первое время будут присматриваться, скорее всего, для того, чтобы выбрать стратегию поведения. Я не говорю о том, что, может быть, все очень шито гладко, и никакой войны невесток не будет, вас хорошо примут. Тут такое тоже есть, как бы не думать, что все так плохо, все очень вражески, все настроено. Нет, ни в коем случае. Разные семьи, это от семьи микроклимата, на самом деле, от того, как свекровь сама прожила такие моменты в своей жизни из-за ее опыта, как она расставит эти приоритеты, как она относится к своим детям, к своим сыновьям в том числе. И то есть от нее, как это назовем, от вожака в этом коллективе, в этой стае, очень многое, конечно же, зависит. Она выстраивает эту иерархию и позволяет кому-то тюкать в кого-то, унижать, кому-то может не позволять защищать. То есть это от человека зависит. Очень частая, я знаю, история, когда иностранная невестка, если кровь, наоборот, ее больше сразу выделяет, любит, или о ней заботится, ее жалко, там, у нее нет родителей здесь рядом, она старается помочь. Ну, материнские вот эти чувства. И не позволяют этой гнобежки, например. Но, короче, гасит это как-то. Она и является этим медиатором в этих взаимоотношениях. В общем, все это проявляться может не сразу, как иностранки будут искать подход, будут смотреть, как с ней можно, как нельзя. Важна реакция вашего жениха или супруга. Если он это замечает, как правило, мужчины в это не лезут. Если вы будете об этом говорить, настаиваться, он может первое время отнекиваться, говорить, что ты придумаешь, тебе кажется, ты не знаешь правил игры, и ты не понимаешь менталитет, поэтому много накручиваешь на пустом месте. На самом деле все это неправда, ничего плохого не происходит. То есть мужчины вообще в эту историю не очень осведомлены и хотят залазить, но о существовании этого некого неравенства они, конечно же, знают. Они знают, они видели все это, скорее всего, с детства, когда их мама когда-то в свое время переживала подобные передряги, боролась за свое какое-то место в клане. Если мы берем наш европейский менталитет, конечно же, проще, легче, если у вашего избранника нет братьев и сестер. Тогда вы априори одна единственная любимая невестка. Плюс еще хорошо, если ваш супруг или избранник, любимый сыну мамы, то, естественно, к вам будет протекция сразу от него, любовь передаваться, вас тоже будут сразу любить, вам за это место бороться не придется. Но сразу говорю, в такой ситуации, подколы, соперничество и что-то неприятное от других невесток, ожидайте. И не будет приятно то, что вы без проблем вообще заняли позицию, зашли в семью, и вам априори, за что вы жена любимого сыночка, все, нам блюдечки с голубой каемочкой, больше внимания, любви, подарков, денег, еще чего-то. Или потому, что вы немножко в позиции жертвы заходите, у вас нет семьи за спиной, вы с другой стороны, вас априори жалко, вам надо адаптироваться, языка не знать. То есть к вам уже изначально вы располагаете, к себе о вас заботятся, давать вам внимание экстра, и вы не будете завоевывать специально расположение свекрови. Как заходя в такую семью турецкая невестка, что она делает? Даже если ей не нравится свекровь, какие-то конфликты или просто, короче, чем-то друг дружку они не устраивают, молнии летают, это, конечно же, всегда улыбка, это всегда мама, на вы, подарки, заискивания, подарки, внимание. Ну, в общем, стараются купить, завоевать, расположить к себе. То есть невестка заходит с позиции, вот я к вам пришла с низким поклоном, обратите на меня внимание, я буду искать ключики для того, чтобы найти ваше расположение. Насколько тонко она это сделает, поймет запросы свекрови, быстренько к себе ее, скажем так, подключит, тем она быстрее станет вот этой любимой невесткой. Так делает абсолютно каждая турчанка. Неважно, первая она, вторая, пятая или десятая заходит в позиции невестки. Это стандартная схема поведения. То есть мне, вот она я, ваш сын меня выбрал, любите такой, какая я есть, прогибаться я ничего делать не буду, я про турецкий медлитет не про нас, да. Вот, вот она я. Давайте как-то с вами будем дружить, пытаться найти общий язык. Турецкая свекровь покивает, скажет, молодец, хорошо, давай. Ага, сама такая, так, здрасте, это что-то меня обхаживать не будут, да. Хорошо, окей, я буду улыбаться, но тоже навстречу или там слишком перегибаться, стараться я, пожалуй, не буду. Вот что произойдет. Как всегда, улыбка до одно, за душой немножко будет другое. Поэтому турецкая невестка входит к свекрови всегда с вот такой вот улыбкой, с поклоном, с подарками, с вниманием. Это походы на кофеек, на женские дни всякие, на шоппинг, на встречи, какое-то тесное общение, друг с дружкой, без мужчин, пойти помочь на кухне, привезти обязательно какие-то подарки, угощения, если она идет в гости и всякое такое. И все прекрасно знают эти позиции. Если это происходит, невестка настроена, выстраивает контакт, свекрови это нравится и контакт складывается, как правило. Если она приходит, невестка турецкая, без вот этого ковра красного, да, не расстилает его, то турецкой свекрови это может не понравиться, отношения могут быть холодными, могут не заладиться. Она даже может третьим лицам вам доноситься эта информация через тети, двоюродных кузин, там других детей. Ой, да, у меня занята всегда, да, у нас такая холодная, да, она у нас там неприветливая, да, ко мне никогда на кости, на чай не придет, на кофе, а я ее приглашаю, ха-ха-ха. То есть это и есть тот сенс, то есть ваша оценка, вы ей не нравитесь. И вам через третьи лица дается сигнал, дорогая, расстилай коврик, давай на поклонку, как бы иди, завоевывай ее внимание. Кажется, унизительная позиция, это неприятно по нашему менталитету. В Турции это все нормально, это веками все происходит, у всех в разной мере. Это не говорит о том, что она становится мамой, вы, там, муж вам изменять, например, не будет, или она не будет его прикрывать и станет 100% на вашу какую-то сторону в конфликтах, это не гарантия. Он всегда первично, он остается ее сыном и ребенком, которого она будет поддерживать. Но в важных моментах она где-то больше замолвит о вас словечко, встанет на вашу позицию. Я больше скажу, когда я встречаю нормальных, скажем тогда, адекватных свекровий турецких, они очень часто на стороне женщины, на стороне невестки, даже если у них не очень хорошие отношения. Очень часто нормальные, адекватные свекрови понимают, что их залюбленный сыночек разбалованный, не сахар вообще. И для скрепления семьи от позора и аи, подожди, если ей не нравится ее невестка, как человек. Она будет выступать на ее стороне, чтобы не было развода. Для того, чтобы не было позора, чтобы скрепить семью, да и куда его, собственно, от этого разведенного среднего возраста детину удевать потом, собственно. Пусть лучше с женой живет. Хотя бы я эту невестку, хоть она мне и не нравится, я ее хотя бы знаю. И очень часто я такие истории встречаю, что или кризис, трудные ситуации. Мать могла свекрови где-то вообще какие-то козни строить, пургу наводить. Но вот когда до серьезного дорозла, до нарасли на сторону невестки могла встать внезапно. Она не потому, что вас любит, а из своих каких-то, конечно же, корыстных побуждений, против АИПа, позора, там, не важно, что людям скажем. Надо семью скрепать, дети там без отца, матери останутся и так далее. Такое тоже бывает. Так что война невест есть, куда это не денешь. Если вообще берем равные позиции, если вы сходите со своим супругом или с парнем на равных материальных позициях, образование, уровень культуры, уровень денег, то вы в позиции равной. Вам играть вот в эти игры и заискивать у свекрови на самом деле не нужно. Потому что вы, если у вас еще хороший контакт с вашим супругом, вы полноправная единица, поэтому тогда мы заходим на равных позициях, как иностранка, вежливо, с улыбкой, с подарками, где-то как расположить к себе человека. Но когда свекровь начнет пытаться, они всегда пытаются проверять, манипуляции залазить на ваши границы, заряд ли привезти вам одежду какую-то, ненужные тапочки домой, купить коврик вам, притащить шторы вам поменять, там, не знаю, еще что-то, короче, сделать. Вот здесь вы имеете право очертить границу и не пускать сюда. И всегда мы можем сослаться «Я иностранка, о, ябанжи, гири, ничего не знаю, короче говоря, я ничего не в курсе, извините, я вас обидела, хо-хо, извините». Короче, всегда можно включать дурочку первое время, это проканает, пока там, например, даже хорошо язык не знаете, когда узнаете, условно. Короче, съезжать иностранки, конечно, расставить эти границы гораздо проще, удобнее и легче, чем местным девчонкам. Что уж тут говорить? Всегда можете сослаться на «Моя, твоя, я не понимает» и на разность менталитетов. Это мой прям личный вам советик, вы всегда с любой темы, темки на это, этим соскочить можете. Пишите ваши истории в комментариях под видео на эту тему. Встречались вы с таким? На самом деле, я думаю, встречались, здесь это практически все проходят. Расскажите ваш опыт, какие-то прям методики, к чему вы прибегали, что вам помогло, в этих ситуациях, чтобы добиться результата и какой результат у вас появился. Мирно вы живете, соперничали вы с другими невестками в семье за пальму первенства или, возможно, вас это застало врасплох, вы такого видео, как это, не видели и были удивлены, что, оказывается, еще с кем-то невестками бороться за внимание и любовь свекрови, которую мне, в принципе, это не нужно. Придется, потому что это место мое в семье. Я, ну, как позиция, как личность в этом клане фиксируюсь. Жду ваших комментариев. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь. И моя почта. Вы можете прислать ваше письмо. Я отвечу на него в видеоформате на канале. Если вы хотите анонимно, можете записаться на индивидуальную ко мне консультацию психологическую. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok